Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочется сказать, что вы не задаете вопрос. Вы не формулируете для нас то, что вы хотели бы от психолога. То есть, ну, условно говоря, какой обратной связи вы хотели бы от психолога в этом смысле? То есть, какой помощи вы хотели бы от психолога Мария? Здесь не ясно. Итак, мне 23 года, 5 лет встречаюсь с молодым человеком. Из них больше 4 лет живем вместе. Ему 24. Я очень люблю детей, в начале отношений говорил ему о своем желании иметь много детей. Минимум 3. Если финансы будут позволять, то 5. И родит первый не позже 22 лет. Он не имел ничего против, был только за. И вот 3 года назад я начала спрашивать, когда же мы поженимся и начнем планировать ребенка. Ответ был такой, через годик. Я жду годик. Снова интересуюсь. Ответ, милая, но я еще не готов, надо еще попутешествовать успеть рано еще. Давай через годик. И вот, через годик я его снова спрашиваю и получаю еще один ответ. Вот давай полгода не будем ссориться вообще. И тогда поженимся и родим ребенка. Понятное дело, не ссориться не получается. Раз в месяц, другой. Да поздорим. В итоге год прошел, я его спрашиваю сейчас. Ну, когда детей-то, ответ. Ну, мы же и так не прожили полгода без ссор. Я не понимаю, что за детский сад происходит, что за ультиматумы, да и вообще возможно ли жить без ссор. Хочется, чтобы меня любили и такое, а ощущение, что я должна с ним не ругаться, уступать везде, тогда меня будут любить и возьмут в жены. Не нравится мне такой расклад. И будет ли он вообще когда-то готов к детям. В финансовом плане у нас все хорошо. Хорошие зарплаты, своя квартира. Сейчас покупаем старую. Есть машины. Путешествовать с этим 20-30 раза в год. В общем, для обеспечения ребенка есть все. И даже больше. Бояться в этом плане нечего. В остальном относятся ко мне хорошо, нежно, трепетно, заботливо, уделяя достаточно внимания, устраивают сюрпризы. Каждые выходные мы обязательно вдвоем проводим время. Спустя 5 лет отношений нам есть, о чем болтать часами. Никуда не ушли и цветы, и подарки. К отношениям не придраться в других планах. Не хотелось бы их рушить. Но ждать еще несколько лет, пока он созреет для детей, я не готов. Здесь есть несколько важных моментов, на которые хочется обратить внимание. В какой-то степени эти моменты, возможно, будут перекликаться с тем, что вам уже написали мои коллеги. Ну вот, соответственно, будьте к этому готовы. Первое. Поскольку вы снова и снова спрашиваете своего молодого человека о том, когда детей, то молодой человек так или иначе понимает, что вам это нужно. И понимая, что вам это нужно, молодой человек воспринимает вашу потребность, как проявление одной из социальных ролей. То есть, роли жены и матери. И, соответственно, понимая большую ценность для вас этого, молодой человек начинает выставлять свое условие. И вообще глобально мы имеем дело с ситуацией, что молодой человек не готов сейчас зародить детей. А вам он, судя по всему, сказать об этом как-то, ну вот, не решается. Судя по тому, что мы можем видеть, не решается. То есть, это первый момент. То есть, вот, молодой человек на данное время не готов заводить детей. И вам необходимо, как мне кажется, определиться для себя с тем, готовы ли вы к тому, что он сейчас к этому не готов. То есть, готовы ли вы принять его не готовым иметь детей? Собственно, если вы, например, принимаете его не готовым иметь детей, то молодой человек, скорее всего, примет вас, ругающийся с ним. Ну, потому что вы от него требуете что-то, например, чего он не хочет. И, соответственно, он, в свою очередь, требует от вас того, чего не хотите вы. В этом смысле все более чем, на мой взгляд, логично. Следующий момент. Это то, что вы ссоритесь. Дело здесь вовсе не в том, что вы не должны ссориться. А дело здесь в том, что разногласия и конфликты можно решать. Можно решать. В общем-то, не ссориться. То есть, не доводя, условно говоря, ситуацию до ссоры. У вас почему-то это не получается. То есть, вы, значит, вероятно, вероятнее всего, накапливаете какое-то недовольство и умеете конструктивно о нем говорить. Как и сказал мой коллега, который еще, Игорь Леонидович, это корректируется и выправляется. Но само собой, только если вы этого хотите. То есть, само собой, только если вы в этом заинтересованы. То есть, если вы в этом не заинтересованы, а если вы настаиваете на том, что без ссоры жить нельзя и не хотите учиться жить не ссориться, а, скажем так, учась по-другому. Ну, высказывать, выражать то, что вас волнует, тревожит и так далее. То это уже ваша ответственность. Следующий момент заключается в том, что дети нужны вам. Молодой человек явно к детям тяготеет не так, как вы. И очень важно посмотреть на вашу потребность в этих самых детях. Опять, если вы настаиваете на том, что ваша потребность в детях является такой, какой она является, и это абсолютно нормально. То есть, это не является компенсацией чего-то, да. Это не является, грубо говоря, производной какого-то другого желания, да. Вам нужно за это брать ответственность. И признать, что молодой человек при всем том, что он хороший, да, и при всем том, что он вам чисто как-то гипотетически, например, подходит, но молодой человек в эту вашу позицию не вписывается. А значит, он вам не подходит. А значит, вам нужно расставаться. То есть, вы продолжаете оставаться с ним, говорит о том, что вы, как это не печально может быть, просто-напросто забиваете на свои желания. Вот просто натурально вы на них забиваете. То есть, вы отказываетесь от него и ставите свое желание, как бы, в зависимости от, ну, решения молодого человека. А молодой человек действительно на самом деле может быть и не готов. И может быть не готов еще очень долго. Это правда. Понимаете, да? Какая штука. Вот, собственно говоря, пожалуй, основное, что можно вам здесь сказать. То есть, вы как будто бы не определились для себя с тем, да, вот где та грань, во-первых, та грань вашего принятия молодого человека. Это первое. И где та грань вашей потребности, до которой вы готовы идти к ее реализации. Вот. Понимаете, да? Потому что сейчас основная проблема заключается в том, что вы просто-напросто зависимы от молодого человека и вам это само собой не нравится. Ну, опять же, нужно сказать, что это вообще никому бы не понравилось. Да? То есть, никому бы не понравилось, ну, находиться в такой зависимости, как вы. Ну, вот, вот никому, никому, абсолютно никому бы это не понравилось. Вот. И поэтому то, что не нравится вам, это абсолютно нормально. Другое дело, что вы продолжаете и продолжаете ждать, пока молодой человек изменится. Вот. Не желаю отказываться от отношений. То есть, вы пришли к отношениям не пробираться, не хотелось бы их ручить, но и ждать еще несколько лет, пока он зазреет для детей, я не готов. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы к молодому человеку своему относитесь не совсем как к личности. То есть, вы к своему молодому человеку относитесь как к партнеру и средству для достижения своей цельности. Что такое любовь, да? Что подразумевает под собой любовь? Любовь подразумевает под собой принятие. Такое вот безусловное принятие партнера. Вот. Вы не принимаете его нежелание жить сейчас без детей. Вот. Ну, вы и не должны. То есть, я сразу хочу сказать, да, что вы и не должны принимать его. Но тогда это говорит о том, что основания, на которых вы выстраиваете отношения со своим вот мужчиной, да, ну, являются несколько расплывчатыми. Вот. Являются несколько обманчивыми. Понимаете, да? Вот. Потому что вы вроде бы хотите сказать, что ну вот, что вы его любите, да, вы вроде бы хотите сказать, что он вам дорог. И отношения у вас хорошие во всех смыслах. А в то же время вы демонстрируете, что вам этого недостаточно. Это нормально. Вот. То есть, я бы сказал, что здесь ключевая проблема заключается в том, что вам возможно. Возможно. Просто сложно, эээ, сложно признать, эээ, ну, ну, вот, вот, эээ, для себя нам сложно признать, эээ, что вы его не любите. Что да, вам с ним хорошо, вам с ним, вам с ним хорошо, вам, вам с ним здорово, вам с ним, эээ, прекрасно, но вы его не любите. И вам это очень сложно признать. Может быть, даже страшно признать. Потому что, вероятно, здесь начинаются такие мысли, а что если, вот, мне ни с кем не будет так хорошо, а что если, вот, ну, как бы, я никого не встречу. Лучше. То есть, вы подумайте, вот, вы говорите, я не хочу разрывать отношения, да? Из какого чувства-то вы это говорите, что вы не хотите разрывать отношения, то есть, не хотите разрывать отношения, почему? Потому что молодому человеку, молодой человек станет менее, менее счастлив без вас. Вы поэтому отношения не хотите разрывать, или, может быть, есть какая-то другая причина. Вам с этим нужно определиться, потому что это важно, это ваш, это ваш, ваш мотив. Если вы со своим мотивом, условно говоря, не разберётесь, то вы действительно можете начать молодого человека ненавидеть. Потому что вы будете его обвинять в том, что он не позволил вам сделать то, что, ну, то, чего вы хотели, а хотели вы его, там, детей. Вот и всё. Другой, другой вопрос, другой вопрос. Что вы планируете, то есть, как бы, вот, вы очень рано начали планировать детей. И это, как мне кажется, вот эта цель, что у меня должно быть пять, пять родителей обязательно. Ну, вот, как мне кажется, это, ну, всё-таки, всё-таки является, вот, следствием определённой вашей личностной проблемы. Раз это, вот, возведено в, ну, в обязательство, и вы, по факту, получается, на этом настаиваете. И вас прямо волнует, что, вот, ну, что детей у вас, как бы, может не быть. Вот, с точки зрения психологии, здесь имеет место быть такая вот, прямо скажем, личностная какая-то проблематика. Вот. Готовы ли вы её решать, это уже другой момент, это уже другой, другой вопрос. Готовы ли вы её решать, хотите ли вы её решать, вот. Этим уже нужно отдельно разбираться. Но, тем не менее, тем не менее. Вот. Вот, пожалуй, и всё. То есть необходимо учиться брать ответственность на себя за то, что вы хотите, то, что вы считаете для себя важным. А не требовать от человека, да, того, чтобы он соответствовал вашим желаниям, вашим ожиданиям. Вот, кроме того, кроме того, вот, обратите внимание, значит, он говорит, значит, так, он сказал, давай не будем полгода ссориться, давай не будем полгода вообще ссориться и тогда поженимся. Понятное дело, говорите вы ссориться не получается. То есть обратите внимание, здесь, в этом аспекте, где вы говорите про то, что ссориться не получается, вы не выделяете свою ответственность. Ведь ответственность за ссоры, в том числе, несете вы, то есть вы вносите вклад в ссору. Безусловно, безусловно, не весь, не весь, то есть само собой не весь вклад. То есть понятно, что помимо, помимо вашего вклада, да, помимо, есть еще и его вклад. Вот, это, это понятно, но так, извините, давайте разберемся с тем, каков ваш вклад в конфликт, в ссору. Может, получится все-таки, не ссориться. Понимаете? Вот. Ну и вызывают вопросы, конечно, вызывают вопросы момент, связанный с тем, что вы не задаете вопрос. То есть да, как бы, ситуацию вы описываете, вы описываете ситуацию, а вопрос не задаете. По сути, вы, вот, оставляете, как бы, себя вот в таком, ну, подвешенном, или полуподвешенном состоянии. Я тут говорил там, что, ну да, вот, отношения портить я не хочу. Вот, то есть отношения, разрушать отношения я не хочу. Но ждать я его не готова, вот. И я повторюсь, вы имеете на это полное право. Я повторюсь, вы имеете полное право не ждать. Но только момент-то здесь в чем? Момент здесь в том, что определиться нужно вам с тем, что для вас важнее, грубо говоря, дети или молодой человек. Если так случится, если так сложится, то для вас важнее дети, да? Ну, что же, ничего страшного в этом нет. И себя и молодого человека вам необходимо будет поставить об этом в известность и просто дальше следовать пути, которые вы выбрали для себя. Вот и всё. Понимаете? Просто мне кажется, что глобально проблема заключается в том, что вы не очень отдаете себе отчет в том, чего вы хотите. В своих желаниях, да, и, ну, как бы увязываете свои желания с какими-то определенными вещами. Тем самым очень сильно свяжая, вот именно что свяжая для себя возможные способы по их удовлетворению. То есть, если бы вы лучше понимали свои желания, да, глобально, ну, например, зачем вам дети, да? То есть, дети как бы, ну, будут или нет, да, а желания у вас, грубо говоря, есть, есть, ну, вот, прямо сейчас. Вот. То есть, вы не знаете, будут у вас дети или нет, а потребности у вас какие-то есть прямо сейчас. И это абсолютно нормально, что эти потребности есть. Если вы научитесь их удовлетворять, если вы научитесь их реализовывать, ну, кто знает, может быть, вам и дети-то не так сильно востребованы будут, и появится возможность подождать, например. А может быть и нет, может быть и не появится. То есть, опять же, вот здесь очень важный момент, что никто вас не заставляет. Но мне кажется, мне кажется, как будто бы, что вы заставляете вы себя сами в основном. Вот. И вероятно, выставляет и молодого человека тоже. Вот. Ведь дети, дети это серьезно. И естественно, что молодой человек может как-то бояться, молодой человек может как-то опасаться, молодой человек может осознавать, что, что вот, ну, есть у вас какие-то конфликты, есть у вас какие-то, ну, проблемы, да. Вот. Молодой человек все это может осознать. Все это может чувствовать с молодым человеком. И само собой это может его останавливать. Вот. Как бы, как бы. Это может его останавливать от того, чтобы возродить своими детей. Кроме того, кроме того, то, чтобы сохранили между собой романтику и так далее и тому подобное, это хорошо. Но именно это может молодой человек боится потерять. И потому что не хочет еще детей. Потому что понимает, что может потерять, вот, ну, вот, как бы, то, что между вами сейчас есть. Можно ли его за это винить? На мой взгляд, нет. Потому что действительно может быть молодой человек проявляет так свою любовь к вам. То есть он действительно может вот так вами дорожить. Ну, а скорее всего, есть проблема в доверии. То есть дело в том, что, вот, к вопросу. У 40, да, тут ведь вы можете, что сделать? Вы можете здесь изучить психологическую игру «Скандал». Вот. Она, это психологическая игра, есть в интернете. Вот. Вы можете ее изучить и увидеть, увидите, каким образом люди начинают ссориться, вот, и что приводит к вторым, какие причин. Ну, вот. Я могу сейчас сказать, что одной из причин заключается в том, что люди испытывают трудности с доверием друг другу. А когда люди испытывают трудности с доверием друг другу, когда люди не доверяют сами себе. То есть когда у людей есть проблемы с доверием себе. Вот. И, соответственно, соответственно, с точки зрения психологии, именно с этим вам и нужно работать. Понимаете? Ну, опять же, вот, не знаю, как бы, ну, готовы ли вы к этому или нет? Да, ну, вот, так это корректируется. Понимаете, какая штука? Поэтому, поэтому решайте сами, как вы будете поступать, вот. Психолог поможет вам лучше в себе разобраться, наладить отношения, значит, с партнером, вот. Ну, как-то вот лучше, да? А, ну, лучше коммуницировать. А, ну, друг с другом, в смысле. Вот. Все это психолог поможет вам сделать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.